24 марта 1999 года, то есть ровно 20 лет назад, началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия. Но я думаю, что в процессе нашего разговора будут возникать и цифры, и количество жертв, и то, каким образом эта веха в истории сказалась на современности. Спецкургам Самойской Правды Дарья Асламова уже в студии. Даша, я приветствую тебя. Здравствуй. Здравствуй. Это тот человек, который и 20 лет назад во время бомбардировки был в Белграде, и вот сейчас, накануне этой трагической даты, отправился туда для того, чтобы узнать, что происходит в памяти, в сознании тех людей, которые это или пережили, ну или, может быть, унаследовали какую-то генетическую память о тех событиях. Даша, вот как сейчас выглядит Белград, если вспоминать, ну, тебе есть чем сравнивать, ты там была не один раз, вот что ты можешь сказать о современном Белграде? Я слышала, вот такое было, пожалуй, шоковое впечатление, и я вышла по улице Белграда, в центре Белграда вечером, и все было отцеплено. Я спросила в полицию, и у нее шла такая скорбная процессия в черном, к моему удивлению, они размахивали флагами Евросоюза. Я спросила у полицейских, собственно говоря, к чему процессия, мне ответили, процессия в память об убийстве, например, министра Джинджича в 2003 году. И флаги Евросоюза. Я немножко сейчас объясню нашим слушателям, кто такой Джинджич. Пример-министр Джинджич – это предатель Сербии, это человек, который был агентом НАТО. Когда бомбили Белград, он сбежал в Черногорию, когда бомбили Сербию, прятался там, его прятали. После того он организовал, стоял позади переворота, когда скинули в 2000 году Милошевича, это был государственный переворот. Им получил титул премьер-министра, заслуженно с точки зрения НАТО. И он же за деньги, за огромную финансовую помощь Запада продал Милошевича в Гаагу. То есть человек, и он был убит как предатель. В 2003 году его застрелил офицер службы МВД, как предатель застрелил, то есть пули были в грудь и в живот, он умер на месте. И вот представь себе, я не могу себе представить, чтобы у нас в России шли, нет, наверное, найдутся идиоты. Там тоже нашлись идиоты, которые ведутся в этой скорбной процессии, что убили великого человека Джинджича, который продал страну вообще до конца, и они размахивают флагами Евросоюза. У него было полное бешенство, потому что вообще-то Югославию бомбили не только американцы и Великобританию, ее бомбили все, Италия, Португалия, Норвегия, Германия, Франция, Дания. В общем, там около 20 стран Европейского Союза бомбили и участвовали, взлетали все это из итальянского аэродрома самолеты. И эти люди хотят вернуться в Евросоюз. Я просто плюнула им вслед, я помню его в такой яйце, потому что, ну, это меньшинство, понятно, это либеральное меньшинство, которое сейчас как бы, которое на самом деле составляет элиту, нынешнюю элиту, власть нынешнюю, это не народ, это та самая элита, которая абсолютно прозападная, абсолютно пронатовская элита. Такой же, как и был убитый Джинджич, поверьте мне, абсолютно его не жалко. Конечно, не надо убивать людей, в общем, дать ему пожизненное заключение. Ну, поскольку это было невозможно, то я не знаю, какое решение, раз они приняли такое решение, значит, патриоты Сербии, значит, они так-то сошли нужным. Но человек, который продает президентов своей страны за деньги в ГАГу, то я считаю, что, я не знаю, у нас бы сказали собаки, собачья смерть. Вот это был шок, потому что я не могла пройти, я шла в очень тяжелое путешествие, потому что я застряла из-за демонстрации, почему в такой злости я шла. Там есть такой клинический центр в Белграде, где находятся все больницы Белграда. И пять лет назад я снимала фильм о последствиях урановых бомбардировок для всего региона. И снимала операцию в этом центре мальчик, которому было 15 лет, он сейчас уже умер. Он родился в год бомбардировок, и у него был рак щитовидной железы. Я присутствовала при операции, когда ему вскрыли это горло, и директор института онкологии показал мне эту огромную опухоль, и ему еще была надежда, но потом ее не было, и он показал мне огромный метастаз, который вообще все прошло метастазами. Мальчик умер. Это все жертвы вот тех самых... То есть, на самом деле, война продолжается. И я шла в этот клинический центр встречаться с знаменитым нейрохирургом Даница Груйчич, который наставил на том, что это был геноцид не сербского даже населения. Больше всего вы представляли албанцы, кстати, которые молчат. Потому что Косово бомбили так, как вообще самые большие точки были в Косово. То есть то, что сейчас происходит в сто раз хуже, чем это было 10 лет назад, через 20 лет это будет еще хуже. Поскольку Даница Груйчич, знаменитый нейрохирург, она, кстати, закончила наш Пироговский медицинский институт, в современное советское время, знаменитый женщина нейрохирург вообще как бредкость. И вот она борется о создании комиссии, поскольку... Она рассказала мне жуткие факты. Она говорит, мы ничего не можем сделать. У нас рак у детей мозга, да, резко вырос. Мы даем те же лекарства, мы делаем те же операции, мы делаем ту же химиотерапию. Ничего не работает. Все, что работало раньше, не работает. Это катастрофа абсолютно. И это, скажем, куда-то все больше. Потому что период полураспада у урана составляет 4,5 миллиарда лет. Более того, чем больше нет времени, тем больше он проникает в почву, в грунтовые воды, в реки. Отравлена вся земля. Мой фильм так назывался все время, отравленная земля. Более того, она рассказала о том, что были разбомблены массы нефтехимических перерабатывающих заводов, вообще химических заводов. Например, в Дунае вылилось 5 тонн ртути. А Дуна идет вверх. И эту воду пьют 10 миллионов человек. Например, содержание ртути у сербов-хорватов в 4 раза больше, чем у нормальных людей. Это просто ртуть. Мы не говорим об уране. На 300% вырос рак щитовидной железы. На 100% вырос рак лейкемии. На 180% смертность. Катастрофа о том, что... Она говорит, что самая большая подлая, что НАТО при бомбежке проверяла даже метеорологию, то есть направление ветра. Ветер должен был дуть только на юг и на восток. Даша, а что это за бомбы были, которые... Это бомбы с урановым... Да, объединенный уран. Фактически в своем время объединенный уран был использован для создания бомб, потому что некуда бы одевать урановые отходы, ядерные отходы. Это ядерные снаряды. Вначале их опробовали в Ираке, очень успешно сбросили туда массу бомб. В Ливии их тоже сбрасывали. Например, в Европе сбросили, сбросили посреди Европы. То есть это огромное... 113 точек найдено, где были сброшены урановые бомбы. В Черногории и в Сербии. Но проблема в том, что никуда не можешь их деть. Они проникают внутрь, они идут через воду. Дальше пищевая цепочка, грунтовые воды. Они соединяются со всеми странами. Например, урань сейчас находится. В Греции, в Хорватии, где самая высокая в Европе смертность от рака. А Хорватию не бомбили. Самая высокая смертность в Европе. В Болгарии. Это же все соединено, это все рядом. Это все границы. В Албании. Албания отравлена полностью. Тем более бомбардировки шли рядом. В Косово шло рядом, как раз на границе с Албанией. Значит, Болгария, Черногория, которые бомбили. Часть в Италии. Ушла в Италию. То есть это все распространяется. Фактически это региональная катастрофа. Масштабы фукусимы. То есть она охватила полностью весь регион. Начиная от воды и заканчивая животных. Есть миграции животных. То есть зайцы, кот, там, не знаю. Они же не знают, зайцы, лисы, пищевые цепочки, волки и так далее. Они все передвигаются куда хотят. Они же не спрашивают паспортов. Понимаешь? Например, в той же Хорватии находили фазанов и птиц, которые заражены вот этими ураневыми. У них ураневые следы. Урановые следы. Значит, они заражены тоже. И дальше будет хуже. Потому что с каждым годом накапливается эффект. В Сербии нет ни одной семьи, где не было баллонка больного. Ни одной везунка больного. То есть это все будет украсти в прогрессии. Понимаешь? То есть никуда не денется. Чем больше будет проникать уран внутрь, тем страшнее будет ситуация. Ты знаешь, мне всегда страшно пить, есть и пить в Сербии. Потому что я знаю, что вот эта вся красивая земля, она вся полностью отравлена. Абсолютно. Поэтому вот это ощущение очень тяжелое. Знать, что еда, которую ты ешь, отравлена. Вода, которую ты пьешь, отравлена. Потому что злаки, естественно, растут с земли. Корова поедает те же самые злаки, пьет ту же самую воду, что и остальные. Значит, мясо, которое ты ешь, тоже отравлено. Поэтому и все это будет только ухудшаться. Я просто хочу сказать, чтобы наши радиослушатели поняли, но я не знаю, насколько эти сведения соответствуют действительности. Потому что ты, Даша, проводила, естественно, и свои изыскания. Да, я много работаю над этим. Да, но вот по исследованию военных экспертов, просто чтобы понять масштаб, было выпущено 3000 крылатых ракет, сброшено около 80 тысяч бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. Это вот о последствиях, которых сейчас Даша нам рассказывала. Но мы о количестве жертв еще поговорим, причем там цифры тоже разнятся. Скажи, пожалуйста, а власти Сербии предъявляют какие-то претензии? Молчат тряпочку. Ты что, это же некрасиво. Они же вроде как... Ну, это колониальная страна, это вассальная страна. Это говорят сами сербы. И шансов тут очень мало, потому что Сербия подписала соглашения с НАТО такие, что когда ты считываешься... Вот те простые соглашения с НАТО, которые подписала Сербия. НАТО имеет право на проход всех войск абсолютно в любое время, когда им захочется, через Сербию. Более того, любые военные НАТО на территории Сербии обладают дипломатическим статусом и неприкосновенностью. Чтобы они не сделали на территории, они имеют права представить перед судом. НАТО потребовало... Например, когда президент Борис Тадич, министром обороны Борис Тадич, его советниками по реформированию якобы военных сил Сербии были все британские генералы. Они сократили армию с 200 тысяч до 20 тысяч, как ты понимаешь, да. Абсолютно разоружили Сербию. И Сербия абсолютно вассальная страна. Они даже были вынуждены отдать лучшую землю, в которой сакральные земля, где сидели раньше короли, потом все президент Тита и так далее. Американцы потребовали именно эту землю под американское посольство. Более того, им продали за смешные деньги, они потребовали сербов очистить эту землю от своих же американских ракет, которые упали в 1990-м году. Это такое унижение. То есть сербы еще должны были ковыряться и срезать слою земли в 2 метра, чтобы отдать лучшую землю в Белграде под американское посольство, потому что американцы побрезгивали это делать, убирать свои собственные ракеты. Они не хотели нарваться на невзорвавшиеся снаряды. Слушай, ну это ужасно, конечно, Сербия, я бы сказала так, отравленная и униженная. Униженная, абсолютно. Даша, ну вот буквально на днях мы слышали о том, что Родован Караджич получил пожизненный срок. То есть это было специально приурочено... Нет, это, во-первых, специальная акция, во-вторых, Родован Караджич никакого отношения никаким к акциям Слебреницы не имел или к какому-то геноциду, я его лично знала. Это был замечательный поэт, это был одаренный политик, психиатр и так далее. Почему был он еще жив? Ему выговорили переговор в 73 года, 40 лет тюрьмы. Понятно, что в 40 лет тюрьмы никто не переживет в 73 года. Поэтому это показалось мало, это абсолютно явно провокационный жест, еще одного унижения Сербии, чтобы к 20-летию бомбардировок они пересмотрели апелляцию, сказали, что нет, именно пожизненный переговор. То есть это уже... То есть нет смысла, ему так дали 40 лет. То есть понятно, что он не проживет там 113 лет, и что это за жизнь будет. Нет, это было специально, чтобы еще больше унизить сербов. Ты знаешь, там... Я видела много раз плакаты, расклеенные в Белграде, там написано «Два десятилетия ужаса», «Гагский трибунал», в котором ты, конечно же, невиновен, пока они не докажут, что ты серб. То есть потому что сербов, невиновных сербов, по мнению Гагского трибунала, нет. А, кстати, действительно, вот кто-то из сербов вышел на свободу после вот этого судилища, или таких не было? Вышел один, Ваислав Шешель, это знаменитый легендарный человек, он вообще звезда, можно сказать, он возглавлял сербскую радикальную партию. Он вообще человек удивительный, в себе настоящий герой, он закончил блестяще как юрист университет и стал самым молодым доктором наук в Югославе в 25 лет. Он был вообще пацаном в это время. Но он блестящий удаленный человек, у него около 50 книг по юриспруденции, по всем, по политике, по всем делам. И он яркий, значит, такой националист сербский, его... Но он теоретик, он не воин, он не участвовал ни в каких военных действиях, то есть он политик. Когда ему прислали повестку, он единственный из всех добровольно, значит, организовал праздник и веселье в Белграде, там, цыганские музыканты, значит, скрипки, песни, пляски, купил билет лично за свои деньги первого класса. Я спросила, платили ли вам билет в ГАГу первого класса? Он говорит, нет, я много раз требовала расходы, потому что я же сам приехал. Сам приехал, сам сдался в суду и сказал, что я хочу доказать свою правду. Отсидел 12 лет, Лена, то есть просто. Очень забавно рассказывал мне о ГАГе, я говорю, вообще, как это все было? Он говорит, на камеру не могу пожаловаться, и да, ужасно, я терпеть не могу голландскую кухню. Но у них была потрясающая компания, потому что, значит, оказывается, у них была столовая, где собирались все узненькие как с футболу-трибунала. Сербы, албанцы, значит, босиницы, хорваты и так далее. Я говорю, а как вы там не передрались за 12 лет, да, все, причем, он говорит, вначале шла Шушера, всякие мелкие преступники, потом пошли тоже генералы, интеллектуалы, политики, он с Милошевичем сидел тоже, он же был, Шушер был, кстати, вице-премьером во время бордировок Сербии, он был заместителем Милошевича. Значит, он сидел со всеми своими врагами бывшими, я говорю, ну вы там вообще в столовой не ругались? Как вы сейчас жили 12 лет все вместе? Они говорят, ничего, а зачем ты нас ругаться? У нас был один общий враг, у нас был один враг, как с футболу-трибунал. Более того, он как юрист, он помогал товарищам по тюрьме, которые сидели, он им, значит, писал речи для хорватов, мне рассказывал, для выступления в суде. Вот. Единственное, говорит, мы судились, когда был футбол. Вот тогда ругались страшно, потому что, да, а в остальном что? Мы все как бы в одной лодке, что нам ругаться-то? Всех взяли, всех поймали, значит, и все сидим. Он написал 11 книг в тюрьме, довел, значит, как сказать, либо нам просто до бешенца, поставил мировой рекорд по заключению в камере предварительного заключения, то есть мировой рекорд сидения в камере в КПЗ. Настолько, что когда пошел 12-й год, даже процессиальная комиссия трибунала сказала, что столько не сидят в КПЗ, надо что-то решать, как бы, уже как бы невозможно столько сидеть, нет такого рекорда, нет такого прецедента в респруденции. 28 дней голодал, чтобы добиться самому защищать себя, считал, что все адвокаты идиоты, он добился 28 дней голодовки, высмеивал суд, то есть судей были белые от ярости, назвал их полными идиотами, ловил их на всех эллигических промашках, унижал их всячески, показывает, что они просто не профессионалы, его ненавидели дружно все судей, он просто доставал, это был звездный час, понимаешь, он когда выходил, он 12 летом выносил мозг, просто реально, вот реальный герой, понимаешь, чувак очень реальный герой, написал, говорит, эти 11 книг, вот, безусловно, ему только за неуважение к суду присудили 4 года, 9 месяцев тюрьмы, за неуважение к суду, так достал суд, что ему 4, трижды его присуждали за неуважение к суду, то есть, это было, понимаешь, это было его наслаждение, потому что о нем написано масса книг, рассказывал мне, я спросила про Милошеча, сидели месяц, они год просили с Милошечем в одном блоке, они сидели по разным камерам, но могли собираться только вот на ужин, по-моему, как я так подняла, вместе собирались, и Милошеч очень боялся, что его отравят, и он за 3 дня до смерти написал письмо в МИД в России, с тем, чтобы его выпустили, он был очень болен, я говорю, а в чем причина его смерти, ну, он говорит, что, судя по экспертизе, значит, у него была гипертония, ему давали против давления на таблетки, и тайно стали давать таблетки против проказы и туберкулеза, антибиотики, нашли следы потом специальной экспертизы, этих лекарств, но ничего не смогли доказать, они несовместимы с высоким давлением, и он умер в результате инфаркта, поэтому разговор о том, что Милошеча убили, в общем, близки к истине, никто не расследовал это дело. Шишли, честно говоря, уже выпихнули с тюрьмы, потому что он там, во-первых, всех достал, во-вторых, у него обнаружили рак, очень тяжелой форме рака, его пилировали в Нидерландах, в больнице, и тут, конечно, судьи перепугались, потому что второй, то есть они убили президента, сербского президента в тюрьме, у них умер, а тут у них умирает вице-премьер в Сербии, значит, Твои слов Шишель, они были настолько перепуганы, что их опять обвиняют в том, что во второй смерти, что они хотели выпихнуть его до того, как он умрет, и, значит, это рак, они его просто буквально вытолкнули с тюрьмы, поставили ему условие, что он будет носить электронный браслет и отмечаться в полицию, он показал, сказал, я никуда не пойду, я не собираюсь носить электронный браслет, потому что собачка, что ли, вот, да, это потрясающий мужик, вообще, да, это унижает мою человеческое достоинство, никакие в полицию я ходить не буду, но трибунал так торопился, что его, конечно, пинками выпихнули, значит, в Сербию с 12 лет, значит, от ситки, так он не только выжил, потому что он тоже умрет, нифига, у него уже был метастаз в печени, это уже, это уже, это уже конец, соприковор, но, значит, считая, что уже пятый год он живет, работает, он говорит, я победил не только трибунал, я победил, я победил смерть, я победил рак, сказал он мне вот в своем интервью, и он вот, и он был единственный, кто вышел оттуда, живым, ну, как живым, в таком состоянии, но он выжил, он поддерживает руководитель партии, и мне даже, кажется, скучает по тому времени, потому что, знаешь, есть вот герои, которые хороши героями, да, мне даже такое ощущение, что ему немножко скучно без вот этого Гаги, потому что он там был, он каждый день устраивал им сказочную жизнь, понимаешь, он каждый день имел трибуну, публичный трибун для выступлений, и его встречал, там весь Баграт его встречал, вот сейчас он скроет эту партию, вот он одиннадцатый вырвался. Даша, скажи, пожалуйста, сейчас ему вот в этом политическом пространстве Сербии скучно или не скучно? Там же такие сейчас идут процессы. Его практически вытеснили, его вытеснили из этого пространства, потому что все это проданное пространство. Практически все президенты после, абсолютно все президенты, начиная с убитого Джинджича, они все были агентами Запада. Вучить подвал, все, а кто-то думает, что они живы Западом? Есть там, в Сербии говорят так, все президенты, агенты Запада, чтобы выбраться, нужно поехать в Москву и поцеловаться с Путиным, потому что без этого ты не можешь победить. Потому что вся элита, вся элита прозападная, абсолютно. Запад никогда не позволит вассальной Сербии поставить независимому человеку. Он должен быть прозападным человеком. Но народ-то пророссийский, и победить на выборах ты можешь только, если поешь, и пока что ты лучший друг Путина. Вот кого-то Путин выберет, вот Вучича выбрали. Да, мы же считаем его нашим другом, это действительно так. Мы говорим, Вучич друг России. Вучич, ты знаешь, как вопросом. То ли человек играет двойную игру, как его называют, двойным агентом, то ли он пытается выиграть время для своей страны. То есть никто мне четко не мог сказать, сформулировать, что же, собственно говоря, такое Вучич. Потому что он сидит на двух стульях, естественно. Он безусловно говорит, евроинтеграция, евроинтеграция, бла-бла-бла, все, что полагается говорить. Но при этом мы лучшие друзья России. Это поведение, на самом деле, всех сербских президентов. Потому что без России ты не можешь победить на выборах. Вот фотография, то есть все обклеено фотографиями, где Вучич жмет руку Путину. Вот они пожимают другую руку, и ты что, это самое главное. И все обклеено Путиным больше, чем Вучичем, потому что Путин, Путин это такой бог. Путин реально это главный герой Сербии. Если бы он выбрался, его избрали немедленно, ты знаешь, президентом. В Сербии хочу напомнить, что Сербия в 12 апреля 1999 года парламент Сербии принял решение о вступлении в Союз России и Белоруссии, когда ее бомбили. Парламент России немедленно откликнулся на эту просьбу и сказал, что утверждает это решение и намерен немедленно выслать в гибнущую страну военносоветников вооружения. И Ельцин заблокировал это все. То есть, если бы не Ельцин, была бы Россия у нас на Балканах, потому что они собирались вступить в Союз России и Белоруссии. Мы просто их продали в то время. Президент Сербии Александр Вучич, говоря о жертвах этой трагедии, в частности, он сказал, что из-за той агрессии погибли более 90 детей. Ну, это при том, что по сербским данным в результате бомбардировок погибло примерно 4 тысячи человек, ранения получили около 10 тысяч человек, две трети из которых это гражданские жители. Вот эта цифра 90 детей, она как-то меня... Да все, ты знаешь, все абсолютно разное. Я читала цифру 400 детей в начале о погибших детях, сейчас говорят 90. Пропавший бизнес 821, я тоже помню. У меня как бы хорошая память на цифры, ну, то есть, на официальные. Не знаю, сейчас они меняются, не знаю, что они меняются этими цифрами. Но это не тревожная все-таки тенденция, когда преуменьшают. Все президенты Сербии всегда... Для них это неловкая дата. Неудобно говорить, не надо раздражать наших партнеров, надо быть аккуратнее. Зачем же? Потому что все эти... Представь себе, что вся Европа бомбила европейскую страну. Все эти туристы приезжают и шляются по Белграду, чтобы посмотреть на местность, боевую славу. Это вообще... Это оскорбительно. И эти же люди говорят, что мы будем вступать в Евросоюз и будем членами Евросоюза. И, конечно, это ужасно по себе. Но, тем не менее, все-таки нельзя же не говорить о том, что бомбили мирные объекты. И в том числе, например, извините меня, китайское посольство. То есть, ну, неужели никто сейчас не вспоминает об этом? Ну, тот же Китай не требует какой-то сатисфакции. Китайцы там стилы пополные вообще. Это же китайцы. Это вам не жалкие европейские народы. Покуплите бомбардировки были совершенно явно продуманными, потому что китайцы слили... Это особо не секрет. Китайская разведка сливала информацию сербской разведки. И вообще, американцы хотели сделать предупреждение китайцам. И якобы, якобы, карты были старыми. Это вообще бред, потому что, извините, ну что, они берут карту, туристическую карту Белграда и бомбят по ней город. Естественно, у них военная карта, снятая со спутника. О каких вообще устаревших картах они говорят? Да, официальный предлог, почему, значит, американцы разбомбили посольство, якобы у, значит, полковника, который носил воздушные цели, была старая карта Белграда. Боже мой. Бедненький. Они не могли купить новую, да, в киоске купили, понимаешь. И там, да, на туристической карте разметили, да. Но это было, конечно, идиотское объяснение. Погибли трое журналистов китайских, 29 человек, если не ошибаюсь, сотрудников посольства пострадали. Это была глубокая ночь, 12 ночи, высокоточной бомбой. Разнесли, значит, в щепке. Значит, все свалили на некого полковника Уильяма Беннета, который отвечал за это наносение воздушной цели, который-то ошибся, понимаешь, не только купил карту. Вот. На следующий день китайцы сняли у себя в Китае, сняли охрану с двух дипконсульств американских. Потом сняли охрану. И некадующие толпы китайского народа разнесли в щепки два консульства, значит, в Китае. Пусть американцы, конечно, дико перепугались. 4,5 миллиона долларов они выплатили жертвам, родственникам погибших. 28 миллионов долларов они выплатили Китаю немедленно за посольство, за разбомбленное посольство. Принесли кучу извинений там трампорам. Естественно, Китай не повели ни одному из этих объяснений. Китайцы умеют ждать. В Китае вообще всегда полон символики и мистической мести. Вообще, как бы, в Китае принято китайская месть может быть холодная, спокойная, но они своего добьются. Мой друг, сервиский писатель Дэйн Лучин написал книгу «Китайская месть». Он работал в Нью-Йорке. Он бывший масон, он вышел через масонов, а практически все американское общество элита, она масонская. Он вышел через них на обществе «Зеленого дракона», которое, включая в себя японцев, тибетцев, китайцев, оно такое азиатское общество, тайное общество, хотя у них, ну, как-то у любого тайного общества есть, там, пресс-секретарь. В общем, собственно говоря, он мне рассказывал, что, значит, у китайцев было дикое ликование, потому что ровно, символически, китайцы любят символизм. Значит, это, значит, у нас 10 лет спустя, в 2009 году полковник Ульям Беннетт, который, значит, каждое утро бегал со своей женой, значит, около реки по парку, значит, спустя 10 лет и прямо накануне бомбардировок побежал он в марте тоже на утреннюю пробежку. Дальше разнятся факты, либо на них напала тройная известных, либо на них напала банда азиатских подростков, неважно. Полковника забили молотками до смерти. Его жену тоже, но, по-видимому, убивать, не стали с целью убивать жену, она выжила в реанимации. Полковника просто, вот, из него сделали крошеву. Это было сделано накануне 10-летней годовщины бомбардировок в Сербии. После чего все китайское общество очень сильно ликовало в Нью-Йорке и прочих городах. Убийца никогда не нашли, сказали, что это просто преступление, случайное, значит, уличное преступление. Власти эту тему закрыли, полковника похоронили, жена осталась живых, и эту тему вообще закрыли в Америке навсегда. Это было четкое предпреждение китайцев, американцев. Никогда ничего не забываем. Когда мой друг написал книгу «Китайская месть», я говорю, а что сказали китайцы? Он говорит, ничего. Они предприказали мне посольство, выдали мне золотую грамоту подписную военному этаже за укрепление дружеских военных отношений между Сербией и Китаем. Так что, да, он мне показал эту грамоту. Так что, китайцы были довольны этой книгой. Они, конечно, ничего не признали, боже какой, никакого отношения не имеют. Местенно, хорошо тем, что они все знают. Но сейчас, вот говоря о последствиях событий 20-летней давности, но ведь давай вспомним, что косовский вопрос, это ведь тоже... Это же самый главный вопрос, да. С чего все и началось, да. Мимо которой пройти невозможно. Ты побывала сейчас в Косово с сербской стороны? Ты точно ничего не изменилась, конечно, побывала. Я поехала, значит, в сербскую сторону. Я раньше приезжала через Приштину, через, значит, албамскую сторону, но сейчас участились случаи, когда задерживают русские граждане, обвиняют их в шпионаже. Действительно, были арестованы российские журналисты в Приштине, в Косово, имеют в виду, в Косово с албамской стороны, обвинили тоже в шпионаже. Они даже посидели, по-моему, в тюрьме. Потом схватили какую-то русскую журналистку, не так давно, забыл ее фамилию. Она фотографировала здание в Приштине, обвинили в шпионаже. Это популярно, значит, русские старшпионы. Вот. Я ехала через сербскую сторону. Вообще-то, главный канал контрабанды во всем... Весь канал проходит контрабанды через Албанию, Косово, Сербию и так далее. В Европу, и, честно говоря, участвуют в нем все. Знаешь, контрабанды бизнес общий. Что везут-то? Да все подряд. Значит, например, президент Монтедегра, господи, Черногории, Джуканович, который все никак не могут свергнуть, он официально сегодня сделал миллиарное состояние, какое-то миллионное, на сигаретах, на контрабанде сигарет. Более того, и Берлуску не собирался, у них были все данные, они собирались его арестовать, но он в это время, американской или нет, он будет президентом Черногории. Поэтому он так и сидит, он все так и нормально продолжается, я никуда на ней делась. Продукты там, так далее, все идет. Люди, которые меня везли в Косово, это было очень странно. Мы должны пересечь, я, кажется, прятала свой российский паспорт, потому что меня бы не пропустили бы. Мне сказали, молчи, я сейчас проеду. И вот человек, который меня вез, он был размером, размеров 5 больше, чем я, вид у него был совершенно бандитский. Он просто подъехал к мосту, они как-то перемегнулись с албанцами, и машину пропустили без досмотра. И вообще, я просто улыбалась в окошко, никто не спросил на ней паспорта, ничего, да. Хотя это был якобы пограничный контроль. Ну, контрабанда есть контрабанда, все занимаются контрабанной там. Вопрос, какой ты контрабанной занимаешься? Хорошо, что сигареты именем человеческими органами, но это уже другой вопрос. Значит, и как была митровица, она выглядела совершенно запущенная, грязная и так далее, так она осталась такой же. Правда, сербис сделали очень хороший код. Они открыли там новый красивый университет, где учатся 11 тысяч студентов, и студенты из самой Сербии стали ездить учиться туда, и как бы для них самое важное закрепиться вот на этой территории, что сербы есть, а значит, есть сербский вопрос в Косово. Значит, и куда, и как бы, хотя я уже посмотрела, раньше, как бы, граница шла по реке и бар между албанцами и сербами, а сейчас, смотри, албанцы прибираются, потому что, вот ты, во-первых, ты въезжаешь, во-вторых, ты видишь, одни портреты Путина. Каждая автобусная остановка обклеена от и до портретами Путина, либо, значит, портретом Путина с надписью «Спасибо», либо портретами Путина с надписью, значит, «С нами Бог, мы братья». И первое, что тебе спрашивают, любишь ли ты Путина? Не дай бог сказать, что не любишь. Поэтому, нужно сказать, что любишь, и все хорошо. Это сразу спрашивают первый вопрос, да. Тебе потом будут доставать этим вопросом постоянно, да. Вот. Более того, в самом Митровице огромная стена разрисована, значит, Косово – это Сербия, Крым – это Россия. Это очень красиво все расписано, да, 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 да. Со всеми, значит, этими плакатами тоже, вот. Но просто, да, Путин там Бог, понимаешь? Особенно в Косовской Митровице, потому что для них это главная надежда. Они надеются только на Путина. Что вот он нас не предаст, там, Белград всегда сдаст, а Россия, типа, не сдаст. Ну, мне, конечно, очень наивно слушать, ну, как бы, людей надо поддерживать в этом убеждении. И вообще, как бы, русские, как там говорят, быть русским – это золотая кредитная карта в Сербии. Потому что все, что не прощается с другим, просится тебе, и тебе всячески будут помогать, в общем, только потому что ты русский. Вот. И как бы, изменилось то, что албанцы перебираются с берега, значит, все увешано с сербскими флагами, и вдруг, это кусок, который абсолютно, города, который полностью завешан албанскими флагами. То есть албанцы перебирались через реку, и они постепенно берут территорию уже населением. Это такая, вы знаете, негласная граница, это видно. Тем более, что у них очень напряженная ситуация, в связи с тем, что у них был убит, я вот уже хорошо знала, политик Оливей Иванович. Это была такая провокация явная, его застрелили. Плюс у них были захваты государственных деятелей Сербии, которые приезжали в Косово, с полным унижением, с полными оскорблениями. То есть ситуация сейчас там крайне напряженная. Это гораздо напряженнее, чем она была, например, пять лет назад. Даша, мы затронули тему Косово, но довольно, может быть, для некоторых такой сложный конфликт, в котором нужно разобраться. Вот сейчас мы слышали в информационном поле прозвучали некие призывы об обмене территориями. Вообще, о чем речь идет? Рассказываю. Обмен территориями, это вообще придуманная ситуация с НАТО. В чем там дело? В Косово живет, до реки и бар, в основном живет сербское население, которое подвергается прессингу, они вводят пошли для них на торговлю и так далее. Короче, там прессуют как можно албанцы. Этот вопрос, конечно, стоит колом в горле. Но 60% вообще сербов в Косово живет не там. Они живут рассеянные, там же стоят знаменитые монастыри дичаны, грачаницы. Вообще, вся сербско-православная церковь знаменитая и ее патриархия находится на другой стороне реки и бар, где живут албанцы. И это абсолютно сердце... Ну, представьте себе, что наш патриарх бы сидел, я не знаю, например, в Китае, да? Ну вот. А представляешь, у них сидит патриарх и вообще все монастыри находятся именно на той стороне, где сидят албанцы. Албанцы же стали врать детям, что это они построили монастыри, а сербы все украли. Вот. Значит, и ситуация такова, что ананасын уже как-то разрешили этот конфликт. Значит, то есть в идеале для них было, им же их не рисуют остальные как бы сложности и тонкости, в идеале для них было бы, значит, как они... Это план придумано, и на самом деле северская разведка о нем знает, и в общем, как бы и мне мои разные друзья так как бы докладывали об этом, что, значит, план такой, что, значит, сделать провокации на стороне, то есть несколько убийств на стороне косовских сербов, Сербия вводит войска, чтобы защитить сербов под эту сторону реки, и граница тем самым закрепляется по реке и бар окончательно. Надо говорить, да, ну что делать, такая ситуация, значит, и вот в таком случае как бы вроде бы как и сербы свой кусок поимели, который на самом деле занят все равно сербами, и вроде бы как мы наконец установим окончательную границу, выдадим в Сербию, что мы вам вот действительно кусок подарили, давайте вы признаете тогда Косово. Убийство Ливера Ивановича, это был политик, причем политик достаточно очень такого широкого круга взглядов, он не был радикальным сербским политиком, потому что я говорю, вот лично знала про него интервью, он был скорее такой лоббирующий, он умел соблюдать баланс, да, и такой и про западные, и про сербские, и все, вот он был, он абсолютно не был мишенью, его убили прямо так вот очень громко в Косово, специально, чтобы спровоцировать этот конфликт, потому что он был слишком громкий политик, слишком яркий политик, и рассчитывали, что начнется волна возмущения в Косовской Митровице, люди выйдут на улицу, начнутся какие-то столкновения, будет какая-то кровь, у Сербии будет повод везти войска, а тут сербы испугались, ничего не было, ничего не произошло, здесь летихо, как мышки, хотя в каждом доме есть как минимум два ствола, у всех есть оружие, это не вопрос, сумасшедших нет, у всех есть оружие, и то есть этот план провалился, это было, получилось бесполезное убийство, дальше пытались провозорить по-другому, поехал Марко Джульч, он директор департамента по Косово в Митове, тоже с ним встречалась, молодой парень, значит, он поехал в Косовскую Митовицу, где его захватил, мне сам рассказывает ту историю, где его захватил Косовский спецназ, 200 человек въехало туда, они схватили его на глазах у всех сербов, и уволокли его в Приштину, где его били в машине, там, схватали за волосы, фотографировались с ним как в трофее, вытащили его в Приштине на фон, где собралась безумная толпа, взяли его за галсту, как собачку, волокли его по улице, он был в костюме в галстке, молодой парень совсем, он говорит, я думаю, мне честно сказал, я думаю, что все, это конец, меня убьют, значит, все фотографировали, как его волокут по улице, вот, в этом унижении, голову, как они его пинали, бросили в грязь лицом, все, потом бросили в какой-то подвал, и это тоже, я думаю, была специально разработанная провокация, для того, чтобы все ввели войска, и Вучич позвонил, сразу немедленно, значит, в Приштину, сказал, что мы будем сейчас, если вы не вернете его к 7 часам вечера, то мы будем вводить войска, и вот тут тоже, что-то будет война, и тут тоже, как мне кажется, испугались обе стороны, потому что Приштина ведь тоже не хочет конфликта, чтобы была уже прямая война, провокацию сделали, но в конце концов дали отмашку, его вернули, Марка Джульча его вернули, и как бы, то есть, ну это было явно создано на провокацию, которая, вот план, чтобы провести вот это вот по речке и бар. Да, 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 понятно. То есть, это нацовский план, и потом якобы закрыт этот вопрос, но не выйдет, потому что 60% сербов в Косовске живет именно, и как они оставят в мастерии и патриархию, они же не могут ее бросить. Поэтому это нерешаемый вопрос. И, в принципе, есть поговорка, в Сербии первый президент, который сдаст Косово, будет убит. То есть, как был убит премьер-министр Джинджич, сдавший Милошевича. У меня нет в этом сомнений, что первый президент, который сдаст Косово, будет убит. Фанатиков и людей, которые патриотов, их хватает. Это даже не вопрос. Даша, а можно коротко? У нас остается буквально 5 минут, но все-таки хочется затронуть эту тему. Вот те волнения, которые проходят в Белграде, они вообще на какой почве основаны? То есть, тут две причины. Во-первых, американцы никогда не ставят на одну лошадь. В очередь, с одной стороны, вроде как и их человек, а вроде как и не их. Слишком много заигрывает с Россией. Да еще, значит, как бы вот пошли разговоры о, собственно говоря, о турецком потоке, который нужно пройти через Болгарию и Сербию. Поначалу, волнения начались в декабре, поначалу они хотели сделать, создать, нет оппозиции, понимаешь? А американцы не переносит, когда нет оппозиции. Ну, понятно, понятно. Им нужно, чтобы всегда был человек, которому можно шантажировать, угрожать и так далее. То есть, не может быть президент один, им нужно стать против него сильный человек. А Вучи увез за собой всех, и либералов, и, значит, артикалов и так далее, фактически создал вакуум, потому что, и контролирует полностью медиа, и нет оппозиции. И поэтому американцы, значит, это была такая очень, это британско-американское посольство искало нового лидера оппозиции. Они поплатили демогвартическую партию. Это либеральная партия абсолютно продажная. Вот, которые спились, как всегда, общий враг есть общий враг, спились с крайними радикалами, которые кричат, Путин, Россия, каждые пять минут выступает против, значит, Геев, против Европейского Союза и так далее. То есть, крайние либералы вместе с крайними радикалами, значит, вышли на всеобщие демонстрации. Потому что, как, неважно, враг своего врага, это мой друг. Вернее, да. Господи, я уже наоборот с этой проговоркой. Да, все правильно, да. Значит, поэтому они, такой странный союз, и поначалу все это как бы шло, все эти протесты, они пытались подражать протестам в Париже, а как бы на самом деле сейчас крыс уже и подоплека всего этого, потому что, помнишь, как в Македонии было, когда была Македония на революции, была революция, это было как раз время того, как уже Южный поток был, Южный поток был почти согласован. Наш газовый поток. А теперь турецкий поток идет. А, ну понятно, то есть опять... Нужно создать зону нестабильности, хаоса по возможности, запугать президента Вучича тем, что он не вечно его могут убрать. И, в общем, вся эта ситуация настолько, чтобы страну раздергать и какой же кто же пустит трубу через... Вот как с Македония было, то же самое. Или если эту трубу пустит, контролирует ее будет Запад. Вернемся все-таки к нашей теме. Остается очень мало времени, а я думаю, что нашим радиослушателям все-таки хотелось бы услышать твой ответ на вопрос, как бомбардировки Югославии изменили мир. Ты знаешь, я разговаривала со многими политиками на эту тему, очень хорошо были... Выводы такие. Перевобили европейскую страну без мандата ООН. Значит, было полностью сломлено международное право первый раз именно на примере Югославии. До этого не было таких прецедентов. По словам, порядок после Второй мировой войны были уничтожены Ялтинские соглашения. Значит, бомбардировки проводились всеми странами, которые фактически прилиняли Европу и стала вассальной страной Америки. Это второй момент. Выгоды для этого. Как ни странно, есть и выгоды бомбардировок для нас. Для меня это будет удивительно слушать, но, наверное, в этом есть смысл. Помнишь, какие мы были все наивные, глупые, считали, что за джинсы и жвачку у нас будет новая Запад наши лучшие друзья и вообще была у нас тейфория, что мы всегда можем быть друзьями. Мы никогда не будем друзьями. И вот именно бомбардировки Сербии, во-первых, показали русским, открыли русским газа на то, что такое Запад и что следующее мы. И это был шок. Я помню, какой-то был шок для нашего общества, что наших братьев Сербии бомбят, мы молчим, бомбят в центре Европы и стало понятно, что она никакой не друг, она-то враг, у нас же были все партнерства во имя мира, все вот эти вот соглашения и что мы все хорошо уладим. Это была огромная стряска для российского общества, это очень хорошо помню, что это было. Стало ясно определительство Ельцина и, кстати, как уверяют в Сербии, именно бомбардировки Югославия привели к власти Путина. Стало ясно, что если у нас не будет сильного лидера, если будет определительная политика, то следующее мы. Путин пришел к власти как раз в 2000 году, что, кстати, что-то абсолютно совпадает. Вот он пришел, да, это в сентябре, он стал премьер-министром, а после он стал президентом и Ельцин отказался. Потому что стало ясно, и Ельцину стало ясно, что после педали в Сягославии, после всего, что происходит, либо ты уходи, пока тебя не убили, и пока с тобой не разобрались и не передали суду, уходи мирно, сохранив семью, передавай власть, что и случилось, собственно говоря. Это, кстати, для России одно из важнейших последствий бомбардировок Югославии. Ну, а для мира, мир-то помнит вообще эти события 20-летней давности? Конечно, помню. Изменилось все. Как сказали, после этого, возможно, все. Можно бомбить Ливию, можно бомбить Афганистан, совершенно не уже никакие, можно бомбить Сирию, можно бомбить Ирак. После этого все правила были отменены. Международное правило как таковое перестало существовать. Продолжение следует...